Девушки отдыхают Всем тем, кто яростно обвинял команду в размещении инвестиционной платформы в офшорной зоне, вануатум и так далее. В последнее время Дума, в первом чтении, приняла законопроект, ограничивающий сумму инвестиций от частных лиц и инвестицию в одну компанию от частных лиц, сумма не больше 100 тысяч рублей. Вот вам прекрасная новость. Как бы там ни обвиняли, а вы там пирамиду, а вы там скрываетесь, а вы и так далее. Ну вот да скрывались. Оказывается, правильно делали, что не доверяли, потому что знали, понимали тенденции, которые у нас явно просматриваются в поведении правительства России, Российской Федерации. Вот и трудно было ожидать чего-либо другого, потому что разговоры уже давно шли о том, что надо как-то развивать краудинвестинг и краудфандинг в России, но в то же время лоббирование со стороны банка и крупных финансовых структур, оно было неизбежным и традиционно, как всегда, все это положат в интересах крупного бизнеса. То и происходит. С чем вас всех и поздравляю, уважаемые оппоненты. И хотел бы попросить от вас, кур вы уж там оппонировали с точки зрения знания законной экономики, развития социума, социологии и так далее, так далее. Вы порекомендуете другую форму, которая бы гарантировала защиту инвестиций и защиту бизнеса от подобных проявлений. Было бы интересно услышать от вас и было бы очень признателено, я думаю, что вся команда и все инвесторы, участники, партнеры, все были бы очень признательны за хороший совет с вашей стороны. Но пока вы несколько ошиблись. Первое. Вторая новость. Сегодня наконец-то удалось показать и продемонстрировать и провести тестирование решение проблемы плохого поведения привода на основе нашего двигателя совместно с контроллером Кёртис на пусковых режимах. Ну, были бы провалы, вялость, низкая динамика, низкое наращивание момента. Но сегодня мы, можно сказать, готовы демонстрировать победу над этим нюансом, моментом таким, да, нехорошим проявлением. Эта проблема решена. И несмотря на то, что 200 ньютонов метров с 318 на старте не дал, но 160 ньютонов метров уверенно дают. При этом сегодня испытали на ходу, на улицу профи не стали выгонять, погодка-то плоховатая, да и рама пока карбоновая. Но, тем не менее, очень приятно, что наши специалисты, команда смогла побороть вот такую неприятность. Поэтому мы можем говорить о том, что с сегодняшнего дня можно завершать работу над техническими условиями на мотор-колеса 318 и 186 габарита, а также перейти на этап завершения формирования программы методов испытаний. именно для мотор-колеса. Значит, в связи с этим мы начали второй этап переговоров по производству мотор-колеса с потенциальными партнерами, которые заинтересованы в освоении их производства. и сейчас разрабатываем порядок, как все это организовать. Я имею в виду в юридическом плане, документальном, для того, чтобы все это было достаточно надежно защищено и прописано. Поэтому на первых этапах это будут предварительные договоры, в которых будут прописаны шаги, после этого будут утверждены все программы методики, технические условия, а также будут утверждены параметры моторов, которые будут получены при стендовых испытаниях, а также при желании заказчика в независимых лабораториях. Но это вторым этапом, если на то будут какие-то сомнения, либо потребности, но пока их нет, потенциальные партнеры считают достаточным условием проверки этих параметров в их присутствии, в присутствии их специалистов в нашей лаборатории. Но тем не менее мы бы хотели, чтобы как минимум при этих испытаниях присутствовали независимые эксперты и тоже специалисты. и таким образом я надеюсь, что мы уже в первом квартале, может даже загадок не будем, но в первом полугодии придем уже к фактическим результатам по движкам по освоению производства. Вот такая картинка у нас с вами складывается под конец года. Еще один момент, значит, что мы сейчас приступили к комплектации контроллера не только на низкое напряжение, но и напряжение более высокие, чем 48 В. мы будем делать несколько, будем говорить так, несколько прототипов, где-то 5-10 прототипов на напряжение до 400 В. Батареи. Сегодня еще одно событие произошло интересное. Значит, сегодня приступили к испытанию углошифрованной машины уже с перепроектированным приводом. Ну, а первое же испытание привели к выходу из строя редуктора. Не выдержал редуктор. Так что нам сейчас посмотрим меры, какие нужно принять для того, чтобы вращающие моменты не превышали допустимые для этих редукторов. Ну, я думаю, мы проведем полноформатные испытания до конца года по углошифрованной машинке. Хотя бы на одном из напряжений. Ну, и получим характеристики для того, чтобы можно было дальше развивать. Константин, да, там проблема в черном, вот он работает 6800 оборотов, да, мощность у него потребляемая 2,1 киловатт была, коллекторный двигатель, ну, если у него там КПД 75%, на самом деле обычно такие не больше 72% коллекторики, то вращающий момент, редуктор рассчитан на вращающий момент всего лишь там до пары ньютонов метров. А тут мы за 10 выскочили. так что это вполне нормальное явление. Но ничего, это все решаемо, ограничен вращающий момент у двигателя и все будет нормально. Но мы также испытаем этот мотор не только в качестве двигателя для влашифовальных машин, но и для другой бытовой техники и для других инструментов, а также в качестве подкареточного двигателя для луколесных малых транспортных средств. Посмотрите, значит, там предусматривается у контроллера плавный пуск, быстрая остановка, потому что плавный пуск он позволяет избежать бросков в сети очень хорошо, значит, уровень шума существенно ниже. Вот, и резкий остановка для того, чтобы, когда болгарка работает, угла шифрования, значит, выбег, большой не положишь сразу, да, она там крутится, и можно травмироваться, и так далее, надо ждать. Но там большая потеря времени рабочего, удобства, работа, комфортность и все стороны. Ну, корж заговорили об Алабушево, да, потому что, я думаю, всех интересует, и Павел рассказал, да, что сегодня новости про Алабушев будут. Ну, что можно отметить? Там произошло, что процессы идут, процессы идут нормальные, до какой степени нормальные? Ну, до той степени, как положено, да? Ну, если не тянуть за хвост, то в пятницу состоялся наблюдательный совет, заседание наблюдательного совета по вопросам резиденции Алабушево, значит, заслуживание нашего проекта не состоялось. Зачитали тему проекта, просили презентацию зачитать, показывать, демонстрировать, сказали нет. Поставили вопрос на голосование и проголосовали, проект утвердили. А в понедельник, это было в прошлую пятницу, в этот понедельник, то есть вчера, состоялся заседание координационного межведовства координационного совета МК, МВК, межведовства комиссии. Вот, и комиссия тоже утвердила наш проект с вами. Теперь, на основании всех этих решений документов, ну, сейчас оформляются протоколы, бумаги, потому что это тоже не так быстро делается. значит, на основании этого есть необходимость привести проект соответствия, актуализировать его уже с учетом принятых решений, значит, провести корректировку графика выполнения работы. Я не люблю выражение дорожной карты, да, ну, не люблю. но не по мне это, да, но поэтому я привык выражаться, ну, как учили, да, график работ, календарный план, там, и так далее. сетевой график можем называть. Мы его приводим уже в соответствии с датой начала отчета, работаем, с учетом тех работ, которые выполнены, будет корректировка смен, обязательно, тем более, что с Нового года у нас новая ставка НДС, поэтому все эти документы будут доработаны с нашей стороны и мы должны были представить уже актуализированные документы или работа на приведенные в соответствии к текущему моменту и после этого с нами должен быть заключен договор и с момента подписания этого договора мы становимся резидентами особоэкономической зоны Алабышева, Технополиса, Москва со всеми вытекающими отсюда последствиями. С чем вас всех поздравляю. То, о чем мы говорили, революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась, соответственно, уже, невзирая на то, что прошли сутки, уже начато движение определенные, ну, в частности, мы говорили о том, что мы выбрали ряд подрядчиков, провели между ними конкурс, не тендер, нет, конкурс, мы посмотрели предложения, отобрали несколько, и сейчас попросили дать нам свои коммерческие предложения. вот, эти коммерческие предложения уже много получены, значит, из них будет выбрано лучший, и уже на основании предложений компании-застройщика будет разрабатываться архитектурный план, и уже генеральный план, и уже будет сделана проектная документация на строительство. В то же время сейчас уже даны распоряжения о приобретении временных сооружений, это административных передвижных, ну, так называем, бытовки, да, скажем, и нарядные, ну, административные и бытовые вагончики, собственно говоря, да, с рассмотрением всех вопросов по подключению к теплоносителю, воде, к электричеству, для того, чтобы уже непосредственно на площадке, можно было вести организационную работу, потому что площадку там надо будет после передачи ее надо будет приводить в божественный вид, там уже порослей очень много, ну, короче, уже заниматься подготовителями работами. Проект это проектом, согласование согласованием, и эти работы надо уже начинать. при этом надо отметить, что все это происходило и выполнилось этой работой аппаратом, чиновниками, дирекцией особой экономической зоны технопорства Москва, без оказания какого-либо давления со стороны административных ресурсов и прочего. Все это было выполнено с их стороны в полном соответствии законом, несмотря на длительные сорока, но, тем не менее, в полном соответствии с законом. Никаких нарушений, даже поползновений в сторону нарушений действующего законодательства Российской Федерации ни с одной стороны не было. Даже намеку не было. Поэтому, да, трудно, тяжело, но, тем не менее, можно отметить, что это реально. Это реально. без всяких мыльных серых схем. Мы прошли все комитеты, осталось подписать договор. Для подписания договора надо актуализировать наши документы. Это скорректировать календарный план, график работ, которые будут выполняться, и сметы в связи с изменением налогового законодательства. Разрабатываем систему взаимодействия с потенциальными заказчиками, взаимодействуем на предварительных этапах. В то же время мы делаем пилотные разработки, рассчитанные на перспективу и в соответствии с теми планами и программами и нашей стратегией выхода на рынок разработать. Значит, раскрывать все это мы сейчас не станем. Потому что даже как мы никогда не забегаем вперед и не говорим о том, что будет, а лишь говорим о том, что уже есть по факту. Что же касается работ по угло-шифовальной машине, что мы делаем, да, очень хорошие результаты показывают двигатель, тем более, что этот двигатель первый, двигатель, который полностью перепроектирован под промышленные частоты и промышленное применение. Это не мотор-колесо, это не обращенная машина, это двигатель нормальный с центральным расположением ротора. Пластины, комплект полностью перепроектирован и изготовлен в наших историях. и вот почему выбор пал на него, именно на этот двигатель, только лишь потому, что его мощность вполне соответствует той мощности, на которую рассчитан стенд. И оборудование позволяет все это делать. И мы еще до того, как это оборудование закуплено, уже в планах предусматривали выполнение этих работ еще, скажем так, два года назад. И вот наконец-то мы к этим работам приступили, долгожданным работам. Плюс ко всему сейчас осуществляла сборка датчиков тока. Сделано корпуса, разъем и сборка на токи до 1000 ампер. Получили датчики, сейчас их собрали, питание, вывод сигналов и так далее, все это подготовили. Поэтому можно будет уже на больших величинах тока проводить испытания электрических машин. Это уже идут работы по расширению возможности стендового оборудования. Также сейчас идут работы, как я говорил на предыдущем вебинаре, во вторник по корректировке наших документов, которые подавались в Алабышеве в связи с принятием решения об утверждении проекта. Значит, мы приводим в соответствие и сметы, и календарные планы, для того, чтобы они были актуальны на дату принятия решения, стоит цель, чтобы подготовить все документы для подписания договора, потому что до тех пор, пока эти документы не будут приведены в соответствии, никакой договор не будет подписан. С момента подписания договора мы будем являться президентом. До той поры мы только лишь утверждены. то, что происходит в эти дни, работа не громадная, не гигантская, но большая и требует пунктуальности и чепетильности. Третий момент связи с тем, что наконец-то удалось решить проблему Кертиса работы с мотор-колесом на пусковых режимах, устранили этот провальчик, мы приступили к разработке технических условий для мотор-колеса 318-го габаритного и 186-го габаритного. 186-го, как вы помните, мы изначально разрабатывали для изготовления буксировщиков инвалидных кресел. Это такая задача, она конечно отчасти коммерческая, отчасти может быть и социальная, потому что мы думаем, что это мотор-колесо может быть поставлено в основу, как мы работали с фундамбортником, буксировщика, который может быть применим для обычных кресел инвалидных, потому что не у всех есть возможность покупать кресло с приводом и так далее. Но это престижно и все в общем. Я думаю, что мы решим и эту задачу, потому что помимо бизнеса должно быть и решение социальных вопросов. Бизнес должен быть социальным. Не человек для бизнеса, для экономики, экономика и бизнес для человека. И если нам удастся выстроить такой бизнес, это будет достойно всех нас. Следующий момент, помимо разработки технических условий, в которых мы прописываем все технические параметры, мы готовим программы и методики испытания мотор-колес, с использованием которых можно подтвердить эти параметры. Потому что для того, чтобы продать разработку колеса, мы должны предоставить все характеристики, которые он развивает, так называемые потребительские и технические характеристики и способы их подтверждения и подтвердить, чтобы использовать эту методику покупатель или потребитель мог проверить соответствие предлагаемого товара с заявленным характеристикой. и вот эти документы которые говорят, что они могут быть как они могут быть